В общем, привет, друзья! Сегодня у меня первые 10 дней моих занятий. Я выложил пока 4 занятия, еще одно я подготавливаю, остальные пропущу, потому что там одно и то же просто рутинная работа, довольно однообразная, которую я делаю каждый день. Первые 4 дня у меня были такие, что я радовался, что все открывается и ничего не зарывается, что я не форсирую, что все идет так, как должно идти. И я был уверен, что как раз аппарат очень хорошо открывается. И на 5-й день, на 6-й день выяснилось, что все-таки я передавил, перефорсировал, можно так сказать. У меня выскочила такая потертость на губе, то есть я повредил губу. Сначала это был маленький, очень маленький прыщик. Я продолжал играть, он, значит, продолжал деформироваться, так скажем. Кожа продолжала деформироваться. Вот сегодня видите, какой результат. То есть губы я все-таки повредил. Это говорит о том, что я слишком рьяно накинулся на инструмент, слишком резво начал заниматься. Все-таки надо было снизить нагрузку. То, что я сделал за 10 дней, пожалуй, надо было растянуть в 2 раза. В общем, смотрите и обратите на это внимание. Даже профессионалы делают ошибки. Тем не менее, я нагрузку не снизил. Как играл, так и играю. То есть ставлю мундштук на поврежденное место, спокойно занимаясь, потому что это обычное рабочее явление, которое происходило со мной много-много раз. И когда я работал в театре или в оркестре, никто нам не давал на зачет больничной или каких-либо поблажек. То есть это считается рабочим моментом. Хотя, конечно, надо этого избегать. Это говорит о том, что в данном случае я совершил ошибку. Против которой, как говорится, о которой я сам предупреждаю своих учеников. И много раз подчеркивал, что не набрасывайте инструмент, не набрасывайте инструмент, повредите аппарат, это может быть повреждение, натертости, какие-то прыщики. А в результате сделал эту ошибку сам. Так что имейте это в виду. Сегодня у меня пошел второй десяток дней, скажем так, одиннадцатый день. Показывать все занятия я не буду, потому что не вижу в этом смысла. Все, как обычно, по накатанной. Это, значит, разминка, потом технические упражнения, потом легкие упражнения, потом какие-то другие упражнения, этюды, какие мне захочется поиграть, а работа над классическим материалом, то есть над концертным материалом. Я беру какие-то пьесы, которые буду играть. То есть все, как обычно, ничего нового. Если что-то у меня будет интересное, то я с вами этим поделюсь. А так мои обзоры будут все короче, короче и короче. То есть чисто теоретическая смысловая нагрузка. Практическую работу я, в принципе, уже практически все показал, как я это делаю. Все остальное чисто рабочие моменты. Друзья, что я еще хотел отметить, вот на протяжении последних трех дней, вот как только у меня появилась вот эта припухлость, вот эта натертость на губах, у меня пропала легкость. То есть аппарат снова зажался, закрылся. Ну это понятно, потому что как бы губы стали припухшие в результате вот этого повреждения. Я на них продолжал давить, аппарат начал закрываться. То есть я запихивал туда воздух, пропихивал звук, форсировал, но аппарат все время закрывался. Он как бы сопротивляется, потому что это же все-таки повреждение. Аппарат закрывается, я с ним борюсь, и поэтому аппарат был зажат. Вот сегодня где-то после четырех дней такой борьбы, вот сегодня я чувствую, что, видимо, уже проходит повреждение, хотя оно еще довольно ощутимо, и его прямо видно невооруженным глазом. То есть меня спрашивали, а что у тебя с губой? Я говорю, да вот перезанимался. Вот, и, ну сегодня уже открывается. Что я для этого делаю? Во-первых, я не останавливаю свои занятия. Во-вторых, скачки постоянные. И постоянные смены упражнений. То есть хроматизмы, потом я играю какие-то технические вещи, потом этюды, потом снова хроматизм, потом опускаюсь вниз. То есть постоянно чередую виды упражнений. Можно сказать, что как бы из одной стороны в другую. Я все время меняю. Это способствует тому, что аппарат не зажимается. Но в моем понимании, во всяком случае, это так. И во всяком случае, я вижу результат. То есть я хотел сказать, что первые четыре дня у меня была такая легкая эйфория. О, все открывается, все получается. Легкость сразу практически наверх. Открывались верха. Но все это было предпосылкой к тому, что на потом, следующие, где-то первые пять дней можно назвать так, это была легкость. А вторые, следующие пять дней, это уже пошла обратная реакция. То есть организм начал сопротивляться. И появилась зажатость. Вот я боролся и преодолевал эту зажатость. Сейчас я, в принципе, играю неплохо. Сейчас я сыграл разминку минут 15. Потом кларка. Хроматические секвенции вверх, вниз, на легато, на двойном стакате. Аппарат был слегка зажат. Сейчас он снова потихонечку открывается. Я начал играть упражнения вурма-копроша. И, в принципе, ничего. Играю я их так, как написано. Потом я начинаю менять. Начинаю играть двойным стаккатом. Потом начинаю играть восьмушку с точкой 16. То есть как свинь. Та-та-та-та-та. То есть всячески-всячески изменяю. И все время смотрю, что там происходит. Вот по сегодняшнему результату могу сказать, что, по-моему, вот эта зажатость, она сдвинулась в эту точку. И если вот эти предыдущие пять дней, которые я не стал показывать, они были постоянной борьбой с аппаратом, то сейчас я, в принципе, уже могу немножечко так чувствовать себя более комфортно. Сейчас я пытаюсь взять ноту до малой октавы. И потому, как мой аппарат сопротивляется, я понимаю, что той легкости, к которой я привык, та легкость еще не достигнута. Когда у меня аппарат в хорошем состоянии, я спокойно беру до малой октавы. Она звучит еще с таким треском. А сейчас я пытаюсь, но не получается. Отдельно получается, но вот когда в ходе пассажа ты спускаешься вниз, и она не берется. Это говорит, что аппарат не успевает перестраиваться. Ну что тут у меня еще есть? И я имел в виду это. Вот я играю пассаж, и потом нужно сделать резкий скачок вниз на малую октаву. Когда аппарат в отличной форме, я спокойно спускаюсь вниз. А сейчас не получается. Пришлось специально остановиться, сконцентрироваться, перестроить аппарат, взять соль. И, кстати, скачки наверх тоже не звучат. Слышали? Соль такая зажатая. Ну, не собрался аппарат. Отпирается, не хочет работать. Сейчас я специально сделал скачки на малой октаве. Они написаны в первой октаве. Написано вот так. Но я усложнил и сделал скачки вниз. Ну, как-то так. Где-то сейчас, друзья, занимался уже минут 40. И вы можете видеть, что когда играешь, в процессе игры, вот это повреждение на губе, оно как бы нивелируется. То есть, короста, которая образуется, она размягчается и уходит. Потом она после занятий снова появляется, но с каждым разом все меньше и меньше. Я предвижу некоторые вопросы, как можно играть, когда есть болячка на губе. Но я могу сказать так, что когда болячка уже появилась, если заниматься, она исчезнет примерно за 5 дней. А если не заниматься, то тоже примерно за 5 дней. Это как с насморком, знаете. Насморк это такая вещь, если его лечить, он пройдет у вас всего за неделю. А если его не лечить, то он пройдет за целых 7 дней. Ну, то есть, это моя позиция такая, что я не обращаю внимания на такие всякие нюансы. Играю, как бы не были сильны повреждения в моей жизни, повторюсь, было такое много раз. Иногда вплоть до, знаете, до каких-то даже капельки крови пробивались, если были повреждения достаточно сильные. Но это было настолько редко и, в общем, честно говоря, ни разу не вызывало у меня каких-то неприятных ощущений. Но здесь, конечно, все очень индивидуально. То есть, надо смотреть. Никому не скажу, играйте на поврежденных губах. Я говорю только за себя. Мне это практически не мешает. Я сейчас занимаюсь и чувствую, что легкость, которая была, вернее, которая отсутствовала. То есть, в течение 5 дней аппарат был критически зажат. Возможно, это было вызвано тем, что я один день занимался под глухую сурдину, только на мецепиано. И только на таком щадящем режиме. В моем случае это часто способствует тому, что аппарат закрывается. Чтобы потом, после одного дня таких занятий его раскрыть, мне надо 3-4 дня заниматься в форсированном режиме. Ну вот сейчас все отвечает, все берется. Обратите внимание, что я всегда подчеркиваю сильные доли. В этом случае этюд получается более ярким. Но самое главное, что, во-первых, мне становится намного легче играть этот этюд. Потому что без акцентирования сильных долей звучало бы довольно, скажем так, неинтересно. И это было бы гораздо сложнее сделать в плане техники. Но я попробую сейчас показать. Все одинаково. Серая красочка такая, знаете, как у меня вот тут за стеной. Когда же мы делаем акценты, мы красим. Красим мелодическую линию. Видите, октавные скачки, скольжение наверх, все достаточно легко. Меня лично устраивает. Еще только подходя к ноте э, э, фа, ф хотел по-английски сказать, я уже чувствовал, что будет проблематично в ней врезать. Поэтому пришлось замедлиться и обратить в нее специальное внимание. Я же сейчас не на сцене, я же занимаюсь. Для этой ноты фа я сейчас уперся в диафрагмальную мышцу, да, скажем так. То есть я сейчас сконцентрировал воздушную подушку внизу живота, прям на нее сел так, чтобы нота фа никуда не делась. А так, если тют я играл без особого напряжения, но вот для фа пришлось сконцентрироваться. КОНЦентрироваться. Пытаюсь сейчас сыграть хроматизм на максимальной громкости, но весь воздух не уходит в трубу. Это говорит о том, что для меня, во всяком случае, это говорит о том, что аппарат еще не раскрылся, как бы мне хотелось. И весь воздух в трубу не проходит, он сопротивляется. Это мой маркер. По нему я определяю, насколько гибкие губы, насколько, в общем, я ощущаю себя работоспособным. Полностью или слегка зажатость. Вот сейчас зажатость присутствует, потому что я не могу сыграть так, как мне бы хотелось, как я применю. Не заскочил на сон. Этюд вурма очередной, построенный на арпеджио. Его играть можно, как вам захочется. Вот, то есть, я сыграл его сейчас, как написано, ровными восьмушками. Слегка нагнулся, чтобы додавить. Забыл выключить кондиционер и опять появился этот шум, но перезаписывать уже не буду. Ну вот, сейчас я выключил кондиционер и, наверное, вы почувствуете разницу в звуке. Так вот, продолжим. То есть, такие скачки, вы можете менять его как хотите. Можно играть два легата, два легата, можно играть три легата, одно стакката. Я сейчас попробую показать разные приемы. Открывается, открывается. Вообще, этюды вурма, они легко написаны, очень красиво. Они, в отличие от современных этюдов, этюды вурма, бранта, арбана, они построены на классической гармонической основе. Поэтому они, как бы, очень легко играются. В отличие от современной музыки, где мелодия как таковая отсутствует, это как математика, там надо просто смотреть в ноты и играть каждую ноту отдельно. Здесь мы просто иногда предугадываем по гармоническому слуху. То есть, ты играешь как гамму, и не приходится, знаете, сматриваться в каждую ноту. Потому что, если так вы посмотрите, здесь все черным-черно, как вы видите. Просто ноты, ноты, ноты. И на начальном этапе разучивания материала ты, конечно, играешь все это очень медленно. Но, повторюсь, что я играл эти этюды очень много-много-много лет с музыкальной школой. Поэтому половина у меня уже просто там отпечаталась где-то на подкорке. Знаете, поэтому я играю больше по памяти и в немало степени по гармоническому звучанию. Не чисто. Ну вот, чуть-чуть запутался. Но это нормально. Потому что, в принципе, я сейчас играл тройным стаккатом. И здесь, что в тройном стаккате, что в двойном стаккате, очень важно играть на воздушной струе. То есть, как бы воздушная струя несет эти ноты, понимаете. И то, что, если, например, ты проскочил и какую-то неправильную ноту нажал или сыграл, это уже не важно. Здесь главное, чтобы было чисто. Чтобы не было грязи между нотами. Но тут сплошные хроматизмы, поэтому даже не важно вглядываться в ноты. Конечно, я сейчас делаю ошибки, потому что, как бы, хочу что-то показать. В принципе, вот сегодня аппарат на одиннадцатый день. Меня устраивает. То есть, вот эта зажатость, она снимается, она уходит. Я чувствую это и по легкости, по восхождению вниз, по спусканию вниз, по восхождению вверх, по спусканию вниз и по тому, как труба мне отвечает. Так что вот эти три дня, которые я, в принципе, занимался и не записывал, хотя надо было, наверное, записать, показать, насколько это все зажато. Я прям брал ноту, а она не бралась. В общем, сегодня намного легче. Ну, это технический брак. Этюд на треном стаккату. Ну, я сыграл просто так, потому что я люблю вообще играть все техническое. Мне нравится тройной стаккат, двойной стакката. Сейчас все это в зачаточном состоянии, после лета все это разрушено, все надо восстанавливать. Так что не судите строго за технический брак, это все абсолютно нормально. А сейчас другое упражнение, тоже ВУРМ, КОПРАШ. Оно будет построено на звуке. Техника, в моем понимании, развивает аппарат, открывает его, снимает зажатость. Упражнения на звук, как правило, для меня, они закрывают, зажимают аппарат немножко. Он такой становится. Потому что они, по большей части, статичны. И губы не имеют возможности быстро восстанавливаться, в моем случае. После упражнения на звук у меня обычно аппарат слегка зажатый, мне надо его потом продувать. Слышно шипение в воздухе, появилось сразу же, субтон такой. Это говорит о том, что аппарат не в идеальной форме. И последний скачок с соль первой октавы на соль малой октавы был нечистый. То есть соль малой октавы была занижена. Я ее взял, хотя был не уверен, что смогу взять, но взял. Но она была нечистая. А скачок с ля на ля тоже был не идеальный, ля была такая смазанная атака. Слышно, да, такой субтон? Ну это, наверное, еще вызвано тем, что я практически уже час играю. Ну вот. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка И вот сейчас я почувствовал уже Жжение В моем поврежденном участке губы В этой потертости В этом прыщике не знаю как назвать вот вызвано это было тем что сейчас я уже активно работал включая довольно крепкое нажатие на губы то есть я уже сейчас мне пришлось придавить чтобы добиться качества я уже активненько так нажал прижал другу к себе вот и сразу почувствовал такое жжение неприятно ничего хорошо значит это упражнение на звук оно вот такое красивое ему прямо можно выходить на сцену и играть как концертный президент за что я еще люблю этюды классический композитор скажем так после упражнения звуки опять возвращаюсь к технике чтобы слегка нивелировать вот этот эффект статичности вот когда играешь такие скоростные технические упражнения некоторые ноты пропадают их не слышно они не пробиваются когда делаешь скачок вниз потом вверх поэтому на них нужно обратить особое внимание и попробовать их вытащить с помощью от центра я уже неоднократно говорил что с ноты фа у меня куча проблем она всегда какая-то нечеткая нечистая и меня она не устраивает в нашей редакции в советской этюдо форма здесь стоит стакката и легато здесь только стакката а моя глубинная память с тех советских времен она мне сейчас такой ступор впала то есть глазами вижу одно памяти другое поэтому я сбился не получается в общем вот так я работаю вот так вот так изо дня в день я работаю раз играю разные упражнения технические легато и думаю что все трубачи так работают примерно в таком плане единственное что могу еще добавить что профессиональные трубачи конечно же они уделяют особое время оркестровым трудностям концертирующие музыканты я уверен они учат программу на следующий концерт что в принципе я делаю тоже в данный момент вот но мне не приходится играть какие-то оркестровые трудности в связи с тем что мы не играем в оркестрах у нас нет оркестра но я бы с удовольствием конечно сыграл в каком симфоническом оркестре какую-то интересную программу но чего нет того нет чего у нас в куэте нет того нет но есть что-то другое не менее замечательно вот так что я продолжу свой продолжу свой урок наверное сейчас пока ничего интересного не будет я просто буду наигрывать базу буду наигрывать какие-то упражнения посмотрю может быть какие-то концертные произведения если что-то будет интересное я с вами поделюсь итак друзья на сегодня заканчиваю свои занятия позанимался где-то часа полтора очень доволен результатами наконец зажатость уходит снова возвращается легкость посмотрим что будет завтра вот а пока на этом я буду заканчиваться обзор подписывайтесь на мой канал задавайте любые вопросы и всем пока